Не хватает в нашей стране и построенных реабилитационных центров для особенных детей. Дело в том, что каждый 115-й ребенок в Казахстане за последний год родился с патологией развития. Чаще всего это заболевания, связанные с нарушениями нервной системы. И, к сожалению, выявляются они спустя время, тогда как ранняя диагностика позволила бы купировать болезнь, минимизировать инвалидность, а иногда и вовсе избавиться от недуга навсегда. На деле же ситуация иная. Новорожденных в Казахстане пока обследуют лишь на два генетических анализа. К примеру, в соседней России этот перечень куда больше и включает в себя 32 вида исследования. Поэтому эксперты и говорят о том, что ранняя диагностика патологии развития в нашей стране практически отсутствует. Медики заявляют, что это одна из главных причин роста в стране количества детей с инвалидностью. Цифра увеличилась в два раза за последние 10 лет. Как решают проблемы родители таких детей и как им помогает государство? Вопросов в этой непростой теме действительно много. Лаура Байбачанова попыталась разобраться. Она с подробностями. Для 14-летнего Дарына это не просто урок вокала, а настоящая музыкальная терапия. Она сыграла большую роль в коррекции поведения ребенка. Еще несколько лет назад подростку с аутистическим расстройством было сложно прислушиваться к фортепьяному аккомпанементу. Но отец Дарына, узнав, что не только тактильная методика, но и музыкальная, улучшает состояние сына, решил не сдаваться. Родители считают, что и так потеряли 4 года. Мы, честно говоря, не знали о том, что у него есть такой диагноз почти до 4,5 лет. Психиатр говорит, приходите в 4 года. До 4 лет там невропатологи с вами занимаются. Невропатологи говорят, это не наш диагноз. Вот такая вот дилемма становится. И самое интересное, что вот родители ходят, ждут, когда же ему исполнится 4 года. Представляете, сколько времени он выпускает? Ребенку полтора-два года ему исполнят, сказали, все, вперед, идите, занимайтесь с ребенком. Если уже начать, может быть, какой-то процент, по крайней мере, какой-то, пусть это будет даже малый процент, но дети, возможно, уже без инвалидизации могут пойти на выученную школу. В Казахстане количество детей, страдающих аутизмом, только за последние 3 года увеличилось вдвое, составив 12 тысяч. Казалось бы, в такой ситуации, когда идет тенденция роста заболевания, государство должно создать все условия для ранней поведенческой коррекции. Но пока все иначе. Отсутствие специалистов и связи между госорганами. Нет маршрутного листа с самого начала, как мама принимает диагноз. Отсутствие информации, какие центры может обратиться мама с ребенком с аутизмом, на уровне ППМК районов города. Только интернет, это все, что я нашла, и родительские чаты в первые 2 месяца принятия диагноза моего ребенка. Только после этого уже потихонечку начала обращаться в госорганы и так далее. В списке распространенных в Казахстане заболеваний числится и ретинопатия, нарушение развития сетчатки глаза. Чаще всего она выявляется у недоношенных новорожденных. Выявить патологию еще несколько лет назад было довольно сложно. Не в каждом родильном доме был офтальмоскоп. В итоге такие дети были обречены на полную слепоту. Сейчас проблему с нехваткой оборудования решили. Правда, чтобы закрыть эту потребность, государству пришлось обратиться к благотворительному фонду. Но и тут незадача. Медицинские аппараты есть, но вот работать на них в некоторых родильных домах просто некому. Тарифы на скрининг новорожденных, они не менялись с 2009 года. В результате у нас, поскольку все равно у нас роддома и перинатальные центры, это коммунальные государственные предприятия на праве ведения хозяйствующей деятельности. То есть они, ну как бы в любом случае платные услуги оказывают так или иначе. Что-то в ГОМП входит, что-то не входит в ГОМП. И им не рентабельно, не содержать специалистов, не закупать это оборудование. У них и штатных единистов, неонатальных офтальмологов нету. А там, где есть, у них зарплата начинается от 19 тысяч тенге в месяц. То есть это, естественно, не та зарплата, на которую специалист, который отучился в медицинском университете или институте, там 6-7 лет. Не хватает и УЗИ аппаратов экспертного класса. С их помощью можно на ранних сроках диагностировать внутриутробные патологии развития. Проблему снова пытаются решить благотворительные фонды, но цена такого оборудования для них слишком велика. Нужны миллиарды на 100 аппаратов. Но в Минздраве утверждают другое. Говорят, что медоборудование есть, хоть и не новое. Однозначно утверждать, что на сегодняшний день не хватает именно 100 УЗИ аппаратов, наверное, это будет не совсем правильно. Если мы говорим, что на сегодня 147 УЗИ аппаратов имеются, 40% износ, то есть это определяет местные исполнительные органы, потому что непосредственно закуп ведут они. Ранней диагностики патологии мешает и то, что новорожденных в Казахстане проверяют лишь на два вида генетических анализа. Через 4 года обещают добавить еще 3. Тем временем в России обследуют сразу на 36. Это муковисцидоз, спинально-мышечная атрофия и адреногормональный синдром. Будет расширение до 5 заболеваний. Это зависит от того, в этой популяции сколько, значит, выявляются тех или других заболевания. Здесь только работа государства, потому что это, безусловно, огромный бюджет на покупку анализаторов, на покупку реагентов, на то, чтобы это в каждом роддоме стояло. Вот если это упускается, то, естественно, потом уже поздно. Потом государство берет на себя огромное время, заботы. На январь, статистика последняя была открытая, больше 101 тысячи детей на инвалидности с рождения до 18 лет было в Казахстане. Для Казахстана, по нашим меркам, это население таких небольших городов, как Экипостус, Рудный, Жизказган. Это катастрофа. Катастрофическую статистику, возможно, исправит специальная государственная программа. Правда, она заканчивается в этом году, и из 56 пунктов невыполненными остаются около 20. К примеру, отказались от современных трекинг-центров. Он оказался дорогим проектом, нужно было выкупить франшизу. Но реабилитационные центры нужны. Родители детей с ограниченными возможностями предлагают создавать их на основе ГЧП. По такому принципу, как частные детские сады за счет бюджетных средств размещают детей по цене государственного сада. Сейчас же курс реабилитации в среднем обходится от 150 до 300 тысяч тенге. Лаура Байбачанова, Эбун Кусанбеков, ЖТКР.